Добрый вечер, в эфире, очередная передача хроника счастливых путешествий, я ее ведущий Игорь Тимофеев и сегодня у меня в гостях как всегда Леонид Володарский, писатель, эзотерик, поэт и сегодня в общем не совсем обычная передача Дело в том, что Леонид, пожалуй, единственный из моих гостей, который ни разу не выезжал за границу Или точнее сказать, в дальние зарубежья, потому что сейчас уже за границей считаются и Украина, и Эстония Почему так получилось? Дело в том, что у меня был как-то в гостях водитель лунохода, если вы смотрели анонс Который, в общем, тоже, можно сказать, путешествовал на луну еще дальше А здесь у нас сегодня будет путешествие в Атлантиду И как бы передача приурочена к выходу очередной книги Леонида Володарского Которую называют «Летящий над потопом», который, собственно, и рассказывает об этом путешествии Ну а теперь я даю ему слово, и он подробнее расскажет Благодарю, Игорь Ну что я могу сказать? Прежде всего о своем невыезде, так сказать Есть такой, знаете, писательский исторический пример, великий Вот Жюль Верна называли парижским пленником При этом он написал кучу книг, связанных с путешествиями Наверное, это какое-то свойство характера Но мысленно он путешествовал С учетом того, что только что было сказано нашим вот ведущим Насчет путешествия в Атлантиду И все, вы же понимаете, прекрасно, что это какой-то определенный мысленный такой полет, порыв Да плюс вот с титулом писатель-эзотерик Наверное, меня все это настолько интересовало Ну что я не испытывал потребности, может быть, в непосредственных поездках Во-первых, роман это фэнтези, это не научная книга, разумеется Хотя здесь есть много интересных вещей, которые я получил, но, может быть, в результате какого-то своего духовного опыта Ну и чтение эзотерических книг Во-первых, невозможно представить себе роман без какой-то любовной линии Разумеется, здесь это присутствует Потому что если это поместить в какие-то скучные рамки, я думаю, всем будет неинтересно Ну а здесь канва чисто внешне сначала Это классический роман на атлантические темы То есть кто-то погружается на дно морское, что-то видит И дальше сходство кончается Потому что вот тут мне уже мои знания писателя-эзотерика пригодились Потому что мой герой, которого зовут по-русски Кирилл А там уже он получает имя Кир Он сталкивается в неком временном таком вакууме с атлантической жрицей по имени Эрби Которая 11 тысяч лет находится в юном теле Ну завязывается какой-то роман И естественно она дает ему возможность путешествия по своему миру Атлантиды А также по мирам каких-то других галактик, других планет Тут очень много всего, если так можно выразиться, намешано Я вам должен сказать, что я еще являюсь членом Есть такое вот членом российского общества изучения проблем Атлантиды Это, кстати, достаточно мощное общество Сколько там примерно человек? Ну могу сказать так Вот не успела моя книга выйти Как на нее посыпалась куча заказов от этого общества Хотя она вышла буквально 5 дней назад Предшествующая книга на атлантическую тему другого автора Было 500 экземпляров, которые мгновенно разлетелись То есть это по всем городам и весям России В одной только Москве это около 100, наверное, человек Причем это общество, где есть, может быть, кому-то даже покажется забавным Но такие вот титулы, как завороженные, рыцарь, Атлантида Вот какие-то такие вещи При этом это очень яркие и интересные люди Начиная с президента общества Александра Воронина Который прекрасный писатель, журналист И вице-президент общества Это такой есть Олег Столяров Очень яркий поэт, писатель и ученый То есть там и ученые, и писатели И, конечно, мистики Невозможно представить себе Атлантиду без мистиков Но они все уверены, что Атлантида была Да, но вот я сейчас хочу сказать А где была Вот в чем наш разница Единое время? Единое мнение? Нет, у них не единое, конечно, мнение Кто-то придерживается теории, так называемой, Санторинской Вот в Средиземном море Кто-то, конечно, классически ищет в Атлантическом море Самую замечательную гипотезу выдвинул писатель Антон Войцеховский Алим Войцеховский Он сказал, нет, он, по-моему, Антон Войцеховский Да, вот путаешь и тогда Антон Войцеховский Он сказал так Он наш? Наш, наш писатель Вот, у него просто очень интересное такое сочетание Он Антон Алимович Войцеховский То есть вот как будто вот Татарско-польские Русское вот такое соединение Но я не знаю Но во всяком случае это очень достойный человек Но он сказал А может быть Атлантида и называлась Просто раньше вся наша планета Это разумно Так вот, моя-то как раз разница со многими из тех, кто этим занимается Что я как эзотерик и мистик Я же читаю об Атлантиде в эзотерических книгах Это Блаватская, это книги Рерихов Это книги современных людей, получающих, ну, скажем так, некие откровения И если к этому обратиться То Атлантида настоящая Это огромный материк Который был миллион лет назад Потом он испытал несколько страшных катаклизмов И, наконец, от него остался маленький вот остров Посейдонис Большой по нашим понятиям Но маленьким по понятиям того расколовшегося огромного и погибшего материка И вот Платон описывает знаменитое ведь это появление Атлантиды в нашем сознании Связано с именем великого философа греческого Платона Это 11 тысяч лет назад А до этого как будто ничего не было А потом удивляется То у берегов Кубы находят какие-то вот стены, храмы То в том же Санторинском, вот я бы сказал, ракурсе Появляются какие-то интересные наработки Вдруг выясняется, вот Игорь-то бывал на Мальте И он сам это все лично видел Что вдруг там пирамиды с иероглифами древнее, чем в самом Египте Как-то, мол, было А вот для меня, как для писателя из Аферика, ответ очень простой А потому что когда атланты, предчувствуя катастрофу, переселялись Они постепенно шли Вот если так посмотреть, то все получается очень стройно Атлантический океан, оттуда Потом, соответственно, Средиземное море Какой-то перевалочный пункт Мальта Потом Египет Тогда все вполне закономерно По понятиям вот таких людей, как я Например, Сфинкс построен, конечно же, не египтянами Первые эти великие пирамиды не египтянами А теми же атлантами, посвященными Ну и вот в моем романе В художественной форме Это как-то обыгрывается Но не только об этом идет речь Речь здесь еще идет Но о том, о чем нам все, простите, уши Прожужжали о грядущем 2012 В возможных катаклизмах, катастрофах Но куда далеко ходить? Вон тут, по-моему, в Исландии Пробудился вулкан, который вообще 200 лет о себе знать не давал Ну и вы можете обратить внимание, что в мире действительно увеличилось количество каких-то катастроф Не надо думать, что мне этого очень хочется Это логика Нерона, который наслаждается тем, что вот зато для искусства хорошо Но в моем романе вот эти два героя, знаете, вот летящие над потопом Они не то, что блаженно летают Им, у них остается время и на то, чтобы заняться друг другом Вот на этом летательном корабле атлантов На этом прекрасном, я бы сказал, каком-то летающем странном паруснике И одновременно помогать людям То есть они кого-то вытаскивают там из воды Они находят какие-то тайные места В том числе действие разворачивается и у нас в России И оказывается вдруг, что где-то на стыке Владимирской и Московской областей Они находят святилище с древним кораблем атлантов Казалось бы, почти абсурд Да, я фантаст вот в данном случае Но не совсем абсурд Если почитать, например, об этих местах То действительно, по свидетельству очевидцев И в 19 веке были люди Какой-нибудь Купчина едет Заехал в эту чащу Пошел и пропал Потом говорили, что дело не в разбойниках А что там какое-то странное сооружение То ли капище какое-то Где, мол, якобы древние какие-то боги там лучами бьют Понимаете, у нас рядом с нами тоже неоткрытая Атлантида И вот надо брать это как-то все шире И если так посмотреть То вот в этом романе Но он, видите, издан очень компактно, хорошо Поскольку это доступное издание Кстати, хочу сказать добрые слова в адрес издателя Александра Акчурина и издательства Акпресс Акпресс, это кого если будет интересовать Просто можно зайти на сайт издательства и узнать, как его приобрести Потому что они все-таки очень современное Такое вот сделали издание И интересное И главное, они стараются издавать нестандартные книги Вот Александр Акчурина Неспроста он на такой европейской арене книгоиздания Даже получил медаль за то, что вот он Один из таких наиболее экспериментирующих Современных российских издателей Так вот, здесь у меня как раз это все как-то соединено вместе Для кого-то это может какой-то салат-винегрет А для кого-то синтез, можно и так сказать Герои мои попадают в какие-то вот сейчас, знаете, модные такое словосочетания Там тонкие миры, энергетические поля Вот это все у меня живет Такой естественной жизнью Вот я все это вместе как-то соединил И все это называется летящей над потопом Именно потому, что идет вот на земле вот это Но, и еще одно Одновременно в этом романе показано Как всплывает вот Атлантида та старая Куски суши поднимаются А вот эти куски опускаются А старые поднимаются Это, кстати, тоже принципиальные отличия Потому что классическая атлантология Она, а есть сейчас такая атлантология О ней можно говорить Уже классическая Можно, можно У нас был ученый по фамилии Жиров Который еще в 50-е годы этим занимался Сейчас музей создается Атлантиды Но классическая атлантология Вы понимаете, очень интересно Вот я был на конгрессе атлантологов Выступает атлантолог и океанолог Известный вам прежде всего как Барт Александр Городницкий Он же еще ведь и по профессии-то океанолог И начинает об этом рассказывать Рассказывает вот о том, какое дно они исследовали Очень так скрупулезно Все Наконец я не выдерживаю и говорю ему Но вы же еще и поэт, и Барт А почему вы вот какую-то мистическую составляющую Сюда не подключили? Люди часто ищут вот чисто такие, знаете Но уже какие-то факты конкретного Вот какого-то там, я не знаю Отрезочка И на нем вот какие-то камни Да, действительно Вот могло там утонуть там-то А я подхожу к атлантиде Как к огромному древнему материку И естественно, что Как устроена планета Одни куски суши тонут Другие поднимаются Это скажет любой классический океанолог, геолог Тут нет никакого противоречия Со здравым смыслом, как говорится И вот у меня герои Как раз вот эта атлантка Она уже во второй части романа А это роман-диология Она этого героя ведет вот по Новым всплывшим вот кускам Новым старым Скажем так, это хорошо забытые старые Там где-то под океаном И вот оно поднимается Как новое, знаете, искупели что ли Вот какой-то новорожденный Такой младенец Новая раса человеческая И вот во имя этого Все это написано Должен сказать Что вот эти две части романа Разделяет промежуток в 12 лет Спрашивается, а почему? А вот надо было мне еще для второй части Какой-то пройти определенный опыт Духовный, энергетический Получить какие-то знания То есть это не просто так Вот я там от фонаря налепил Чего-то такое применив Чисто художественное, конечно, там воображение Без которого писатель невозможен И как-то это показать И еще тут есть один момент любопытный У меня здесь всплывает Тоже, как ни странно Вроде бы вместе с Атлантидой Но опять это все очень логично Всплывает фигура Загадочного графа Сен-Жармена Таинственного графа Сен-Жармена Но если кто-то Кто ходит по просторам интернета Заходил на сайты Связанные с Сен-Жарменом То мог обратить внимание Что там среди его каких-то вот ролей Его миссий А считается, что это его называют Еще бессмертный розенкрейцер Было и какое-то древнее воплощение В Атлантиде А последнее считается, что у него было Венгерское воплощение И его называют еще Вот в эзотерических традициях Великий учитель ракоцы Об этом выходила книга Вот моей жены Нераскрытая тайна Сен-Жармена Так вот И мы оба получили Большую литературную премию Венгерской академии наук Это еще было в 2001 году Опять, что касается Моего домоседства Ездила получать премию Моя жена Ольга Володарская Но только не путайте ее С другой писательницей Ольгой Володарской Но дело все в том Что она знает Венгерский язык Как родной И поэтому ей было Очень легко влезть В эти источники На венгерском языке А там уникальнейшая информация Так вот В моем произведении Как раз присутствует Граф Сен-Жармен Вот как бы косвенно Но при этом косвенно И одновременно прямо То есть он тоже участвует Вот в мировых событиях Там описывается Замок Шамбор В Париже В котором когда-то Проживал вот этот Загадочный венгер Под псевдонимом Граф Сен-Жармен Вот эти мои герои Спасают его Картины Которые должны увидеть свет Только уже в каком-то Грядущем И у меня здесь Очень много Зашифрованных вещей Каких-то Поэтому я думаю Что с этой точки зрения Этот роман Конечно Не напоминает Все то предшествующее Что было написано На Атлантические темы Хотя на Атлантические темы Написано Безусловно Очень много Снято очень много В том числе Замечательных Американских фильмах Об Атлантиде Наших конечно Пока нет таких фильмов К сожалению Но Бог даст Как говорится Увидит Глядишь мою книжку Почитают Захотят что-то Икранизировать тоже К тому же Уж любовные линии Тут само собой есть Вот наверное Если брать Вот такую общую конву Я приглашаю Вот к этому Путешествию Непредубежденных людей Для кого-то Может это показаться Действительно Каким-то Ну набором Вот салатом Тортом каким-то Ассорти Я не знаю Но если кто-то Вот А сейчас все-таки Россия имеет Очень оригинальную Самобытную эзотерику И вот если Это взять И встать На эти позиции То можно Очень хорошо Путешествовать Внутри этого романа То есть мои герои Летают Как говорится Над потопом А читатель Может путешествовать Внутри этого произведения И я думаю Скучно ему не будет Вот так вот Я бы сказал Кстати А я-то Как бы Скажем так Не в теме Ну это не совсем так Игорь Ты во многих темах Во многих Ну будем так Скажем что я Не совсем в теме И у меня вот Какой вопрос И даже не то что вопрос Мне самому это интересно То есть в принципе Разделяются люди На достаточно Два больших Таких сообщества Ну не считая Остальных Так сказать Практиков Которые считают Что просто шла Цивилизация Своим путем Ну да конечно А остальные Все время ждали Какого-то такого Чуда что ли В истории Человечества То есть Одни это Уфологи То есть люди Которые уверены В том что Все создали Все значительное Создали Инопланетяне И получается Что как бы Вторая Это то что Были какие-то Предыдущие расы Которые тоже Непонятно Получили ли они Знания Это благодаря тому Что правильно Развивались Или же просто Потому что Тоже им Что-то передали Вот Ты не находишь В этом В общем-то Общего Что-то Конечно А почему бы Им не объединиться Так им надо Объединяться Во-первых Есть например Самые такие Вот дерзкие Теории Что инопланетяне Это еще Как говорится Представители Прежних рас Которые куда-то Улетали То есть это Собственно Все те же Земляне Только они улетали Да Просто они улетали Мы же понимаем Это как она Релятивистская теория Да там существует Вот это вот То что Время течет Ну собственно С точки зрения Даже вот такой Научной логики Меня всегда удивлялось Что вот Во многих фильмах Опять же Западных Типа там National Geographic Discovery Всегда было Вот показывали Часы По которой Как бы Время земли Это там 24 часа А время человечества Это там 5 минут Да Там условно говоря Тременно Но так можно сказать Как бы это не должно Было так быть Если земля Так много развивалось То наверняка Были же какие-то Предыдущие расы Для меня Как для эзотерика Это очевидно Конкретно Я могу сказать Вот например О двух великих расах Которые с точки зрения Таких как я Существовали Это лемурийцы Ну и известно Тоже гипотеза О лемурийском материке Затонувшем И атланты Причем Если становиться На эти позиции Лемурийцы вообще Были 18 метров Вот например Ростом Можно считать Что это полный абсурд Однако Не могу не сказать Другого Вот кто Знает А знают Наверное Это многие В Афганистане Талибы взорвали 5 статуй Будды Как известно Все они были Разного роста Вроде бы Статуи Будды Статуи Будды Но все дело в том Что самая высокая Статуя была 54 метра Самая низкая Это вот Ну скажем Уже нашего Такого роста Натурального Были там И 18 метров И 6 метров Так вот Блаватская Которая была Все таки Великим эзотериком Русский сфинкс Как ее называли Кто как бы К ней не относился Но она конечно Дала западному миру Мощнейший толчок В сторону каких-то знаний Она говорила Это статуи Зашифрованные Древними Посвященными И вот каждый Рост вот этой Вот статуи Это говорит Об определенной Расе И то что Большие статуи Будды Есть и там И в Таиланде И в Южной Калии Это верно Но она говорила Что это память О знаниях Что они не просто Так делали Вот она например Очень оригинально Отвечала на вопрос О том Что такое Остров Пасхи Ну там вот Ломает копий Как да Передвигались Вот эти статуи Может быть там Энергиями действовали Она говорила так Что дело не в этом Дело в том Что населявший Тогда это кусок Всплыл Старого вот материка Только не Атлантида А Лемурия Как она считала Который тоже был огромный И предшествовал Атлантиде И что это как бы Типа мастерская Древнего скульптора Поэтому статуи В его рост Ну можно как угодно Относиться Но ведь мы же знаем Предания о карликах И великанах У всех народов мира Они есть Находят какие-то Скелеты огромные Хотя не в 54 метра Не в 18 метров Но приличные Периодически об этом Пишут вот О своих находках И в Египте Был такой В Сарбине есть Знаменитая могила Но был писатель Такой Владимир Иванович Щербаков Он очень был Самобытный человек И тоже атлантолог Он например Нашел кладбище великанов Где-то там Вот на Тибете Тоже вот Вы понимаете В чем все дело Это все было И это есть А что касается Ожидания чуда То чудо всегда с нами Вот например С точки зрения эзотерики Для нас откроется Знание атлантов Когда люди проникнут Великую пирамиду Хеопса Имеется ввиду В тайные конечно помещения И что там вот Под лапой сфинкса Я честно говоря Даже не помню Под левой или под правой Находятся тайные помещения Где они найдут Вот аппаратуру атлантов Описание того Как все это выглядит И еще один интересный Ответ на вопрос У меня тоже это в романе есть Ну обычно говорят так А чего ж так мало Вот осталось Записанного Где мол это Почему на камнях Там нету Если и есть То очень мало Но давайте говорить так Вот мы пользуемся интернетом Мы вот сейчас находимся В интернетском пространстве Мы знаем Что такое Дивиди Да Мы знаем Что такое Скажем Мобильники Когда это появилось Совсем недавно А кто нам сказал Что энергоносителю Атлантов Не мог быть Такого же Свойства Или похожей природы В таком случае Он просто еще не найден И можно предполагать Совершенно неожиданно Что где-нибудь там В пещере Под водой Найдут какой-нибудь Контейнер Где просто будут лежать Какие-нибудь Я не знаю Там Флешки С информацией Почему мы так-то не думаем Это же вполне Закономерно Реально Они ждут просто Определенного уровня Нашей цивилизации Когда он будет достигнут Тогда уже с этим Можно будет познакомиться Ну и конечно Главный урок Вот тут у меня все время Эти герои В такой незанудливой Конечно форме Может иногда Там при каких-то Постельных сценах Я не знаю Они полемизируют И вот он все время Этот Кир Называет Что ваша цивилизация Была какой-то фашистской Что вот вы были Недобры И поэтому Вы себя взорвали Но действительно Существует Такая теория Вот особенно Популярная Среди эзотериков Что вот Действительно Атланты погубили себя Вот неумением Владеть этими энергиями То есть Как владеть Они ими владели Но они начали долбать Как говорится Друг друга Вот мы тоже подошли Вроде да К этой грани Только у нас другое там оружие Мы кстати еще этим Энергетическим не владеем Хотя уже на грани Как пишут об этом Вот условно говоря Ну а что Наши там какие-нибудь Ядерные бомбы Они хуже в этом плане что ли Достаточно Так это Пару таких экспериментов Проделось И мы тоже планету Загубим А планета Живой организм Сейчас уже Даже самая такая Передовая наука На этих позициях стоит А что такое Живой организм Простите Я так скажу Очень Может быть Жестко И чуть-чуть Цинично Но если например Псу надо встряхнуться И вытряхнуть из себя Блох Он встряхивается И все То же самое делает планета Она просто сбросит Человечество из себя Заведет новое Или кому ближе Сравнение там Со змеей Она сбросит кожу Поменяет новое Вот и все То что для нее Дороже самосохранение Она должна быть В гармонии с людьми Если она с людьми Не в гармонии То по-любому Будет неправо Человечество А планета Будет всегда права Потому что она Более дорогостоящей Скажем так Для разумного Космоса Организм Чем отдельно Взятый человек Или даже Целая раса людей Вот я думаю В этом заключается Урок Атлантиды Но на самом-то деле Все равно же Никогда не бывает Ничего Полностью Мертвого Конечно Атланты Оставшиеся Уходили Вот прямыми Потомками Кстати Их являются Многие цивилизации Индейцев Ну во всяком случае Так считается Те же Майи Вот например Ацтеки Самое интересное Что вот опять О Венгрии О Сен-Жермении Блаватская писала Что прямыми Потомками Атлантов В Европе Являются Например Венгры К этому Можешь как угодно Относиться Но это были Ее слова У меня даже Выходила в Венгрии Поэма на венгерском языке Где вот целая глава Была на эту телу И главный редактор Сказал мне буквально Следующее Это журнал Майди Арнапла Он сказал Я в этом конечно Но не в традиции Их Европы Что-либо править Раз мы берем Вашу всю эту Огромную поэму Мы ее печатаем Бескупюр Вот это мне очень понравилось А там уж Пусть читатель разбирается Нравится ему это Или нет Вот так вот Наверное Я бы сказал Ну что Очень интересно Я думаю Что надо Посоветовать Всем кто смотрит Передачу Прочесть твою книгу Обращаясь на В издательство Да Акпресс Это сайт Издательство Акпресс Или еще сайт Вот Раипа Это русское общество Изучение проблем Атлантиды Там тоже Можно узнать Координаты По которым Можно заказать Но должен сказать Вот то С чего я начинал Действительно Книжка пошла Как-то очень хорошо И как мне даже сказал Александр Акчурин Во всяком случае Имея ввиду Вот первую партию книг Боюсь до магазинов Не довезем Сразу посыпались Заказы От атлантологов От теософского Общества От людей Просто интересующихся Эзотерикой Ну и немножко Мною тоже Наверное Просто как автор Слушай Ну а вот Твое понимание Как бы вот Самой проблемы Самой проблемы А вот Она Ну насколько это вообще Насколько это проблема Да Насколько это проблема Вот я и поэтому усмехнулся Дело в том Что я называю так Атлантида Я даже выступал С таким докладом Вот на Втором по моему Конгрессе Атлантологов В 2003 Кажется Или втором году Что Атлантида Современная Философская категория Вот она уже Как понятие Что это просто Некое такое Понятие Как энергетика Уже этого термина Создала Совершенно верно Она живет Своей жизнью Да Она живет Своей жизнью Она может Кстати Не иметь порой Даже ничего общего С реальной Атлантидой Вот в смысле Конкретной Вот как говорится Есть Кинг-Конг Да И есть фильмы О Кинг-Конге Разные вариации Там самые Цветные Черны белые Но это Существо уже Мифическое И все Ну это реально Крактивый миф Который Нет Я-то считаю Это не миф У Атлантида Встроен уже в сознание Человек Не миф Не миф Я Это не миф Нет Ну я так атлантолог Я и член Общества Атлантического Вот это вот Я в это стопроцентно верю Просто я не верю в то Что Атлантида Это есть только Вот какие-то камни А Атлантида Это еще Информация И то Что мы уже О ней создаем Ну как вот Существует Например Какой-то термин Ну знаете Я даже перескочу На наше вот отечество Как говорят Вот Святая Русь Что такое Святая Русь Ну это какая-то Прежде всего Православная Русь Да Вот это уже Определенный Такой наш Русский Какой-то Вот Я не знаю Дар мифотворчества Определенного Как угодно Называйте Но мы внутри этого Может быть Все-таки живем Этим мыслям Это создается Без мифа Нет человечества Когда творится миф Творится уже реальная история Сначала мета история Потом наша человеческая история По-моему Это закономерно Вполне Как говорят Сначала космос Потом земля То же самое Тут наверное Тоже получается Нет Для меня конечно Атлантида Это реально существующий Только не один остров А целый огромный материк И понятие Главное Философское Жизненное Все что Ну это как Когда-то Я уж не помню Где я это слышал Что в общем Вся правильная информация Заложена в сказках Просто читает Правильно Совершенно верно Абсолютно справедливо И я на это хочу Вот сказать Одну интересную вещь У меня есть Одна знакомая Она Блистательно Раскладывает Руны Вот рунные жрицы Она себя называет Такая Лилия Родникова И я как-то делал с ней интервью И вот я спросил Она сама Кстати Почему я о ней завел речь Не просто из профессорской семьи Ее отец Вот такой Доктор наук Александр Георгиевич Родников Он Как раз Океанолог Вот оно что Хотя и скептически Относящийся Вот К Атлантиде Но в смысле Вот к тому Что я например Про нее думаю Так вот я когда ее спросил Я говорю А вот что вы читали Так вот В основе ваших знаний Что-то было Она говорит Может это странно покажется Но я любил читать Исключительно сказки В них знаний больше Вот как у меня было В детстве Говорит Такое понятие И в юности Так оно до сих пор И осталось Потому что Там заложен Ну какой-то истинный смысл Но возьмите Вот такое например Славянские веды Так называемые Как там сказано Про створение человека Сотворил там Ярила значит Из глины Человек Ударил его Огненной вожжей По голове И он ожил Но ведь это же и есть Как говорится При внесении Вот этого вот духа Да Вот этой энергетики Разума В конкретно Такую физическую оболочку И создал Господь Человек по образу И подобию своему То есть Микросистема По образу И подобию Макросистемы Можно и так сказать Поэтому я например К сказкам отношусь Очень положительно Думаю что К ним вполне Можно обращаться И в них надо верить Только правильно толковать Давай немножко Все таки поговорим О путешествиях Да конечно Передача о путешествиях Ну Хотя мы сейчас Путешествовали тоже По всей планете Да да Мы сейчас путешествовали Безусловно Тебе вот все таки Ты собираешься Так дальше жить Или Нет я хочу нарушить Все таки ты уже Будешь Начнешь ездить Нет я начну ездить Я собираюсь нарушить Это и я скажу Почему Есть какие-то Энергетические места Если я пишу О Сен-Жермении Если я пишу О этих замках И в Трансильвании Которые сейчас В Румынии И в Венгрии И в том же Вон например Замке Шамбор В Париже Не соприкоснувшись С энергетикой этих мест Я думаю Я не получу все таки Того что нужно На самом деле Получать Есть какой-то Непосредственный Контакт Который конечно Мы получаем Когда спит Там наше тело Да мы можем Выносить нашу энергию Или астральное тело Но есть все таки Непосредственный Опыт Наверное Это нужно И в этом смысле Игорь Безусловно То что ты Настоящий В прямом смысле Слово Путешественник Это очень здорово Мне Кстати По поводу Энергетики Я вспомнил Один мой Приятель Расшифровал Что такое Что такое Ностальгия По родине А оказывается Что просто Если человек Уезжает От родных мест Там другие Вибрации И другие энергетики Конечно Ему не хватает Родных Энергетик И поэтому Собственно Это и есть Тоска по родине Здорово сказал Но опять же Если он вспоминает Например Граф Монте-Кристо И Дюма У него там был Очень интересный момент Что вот Если Во всяком случае Так было написано В 19 веке Что если арабу Дать Русский борщ Как он пишет Ну он так Украинский борщ Именовал Но тогда Была Единой Российской империи Что тот Может даже Отравиться Потому что Не в его Игрегори Не в его Пространстве Вот это вот Самое Сейчас уже Человечно Адаптируется Другу Я вспомнил Тот случай В меня Есть такая Соня Соболева Очень хороший Журналист Она в свое время Журнал Пляж Создал Очень такой Неплохой Журнал Сейчас она Уехала В Шотландию Она вышла Замуж За шотландца И я помню Когда она Первый раз Его сюда Пригласила Когда они еще Не были Парой И она решила Как бы удивить Она ему Сделала борщ Настоящий Украинско-русский Борщ И он попал В больницу О Пожалуйста Оказывается На самом деле Мы очень давно Едим свекла А в общем-то Свекла Это Или свекла И так и так Говорят Это яд Мы уже привыкли Маленькими курсами Она у них Заменяла Как у нас Репа была У римлян Свекла Кстати Вот Игорь Сказал о Шотландии Между прочим У меня есть Одна глава В романе Называется Она Шотландец И широкая волна Это Знаете Тоже не просто Так У меня там Один из Спасаемых Людей Шотландец Ученый Который Живет В горах Шотландии Это взят Не просто так Это вот Блаватская писала Что в мире До сих пор Есть несколько Посвященных В том числе И западных Но это было В те времена Один из них Живет в горах Шотландии Но поскольку Все они Условно Допустимо Могут пользоваться Эликсиром Продолжающим Жизнь Достаточно Долго То вполне Это можно Допустить Скажем Вот так вот То есть Шотландия До сих пор Живет Английские Вообще Британские Острова Кстати Вот опять К вопросу Об Атлантиде Если брать Атлантиду В полном И широком Смысле Слова То британские Острова Это не Европа Не зря Вот англичане Неосознанно Говорят Что ты едешь В Европу Они неосознанно Как бы говорят Что это считается Осколки Вот Атлантиды Древних островов И энергетика Британских Островов Она непростая Стоунхенш Если взять Там например Вообще Ну а почему тогда так Критяне и мальтийцы Не говорят Они же тоже Наверное Осколки А это очень просто Дело в том Что критяне и мальтийцы Не создавали Такой огромной империи Если Россию Называли Что это Одна шестая часть Российской империи Как потом Советский союз То над британской Империей Как говорили Никогда не заходило Солнце Она была Одной четвертой Частью земли Сто лет назад С ее колониями Океанами И английское мышление Настолько имперское Как в том числе И кстати осталось До сих пор Они все равно Все как-то Определенно ощущают Что вот для них Это ну Был своего рода Какая-то вот Констатация факта Что вот есть Великобритания А еще Ближе Англия И все остальное Поэтому вот Я еду на материк Или там еду Вот туда-то И кстати Много Изотерических знаний И очень много Вообще Вот таких Изотериков И изыскателей Вот и Атлантиды И таких знаний Это англо-саксонские Вообще странные Если обратить внимание Прекрасные же школы Изотерические Английская Американская Такие как Например Манли Пальмар Холл Вот был Написавший Замечательные книги На все эти темы И кстати По их понятиям Вот если взять Английских Или американских Исследователей Атлантиды Изотериков Они скажут Что например Знаменитый Король Артур Артур Да будем правильно Там ближе К английскому И Мерлин Это никто иный Ничто иное Как конечно же Мудрецы Атлантиды Посвященные Древние ее знания И кстати Англичане К этому отнесутся Очень серьезно Ну многие Во всяком случае При всем Скепсисе Хорошо А что тогда Атлантоведы Думают Они атлантологами Атлантологи Скажем О Будде О Христе Они тогда тоже Атлантов Нет Ну так трудно Говорить По другому скажу Надо определиться В понятии Иномирцы Что есть Иномирцы Представители И других планет И других цивилизаций Наверное Ясно только одно Что прежде всего Что такое вообще Божество Это то что Наверное Не подлежит Тлению И смерти Как таковой Причем И никто не умирает Если верить А я верю Там сбрасывает Только свою физическую Оболочку Кто-то называет Это вступить В царство божие Кто-то там В реинкарнации Вот я верю В реинкарнации А есть уже Высшие Какие-то Божественные Сущности Которые Не делают Этого Вот наверное Надо к ним Так и отнестись Разумеется Они Как вот Я отвечу Игорь на твой вопрос Так Как в Индии Говорят Нет такого бога Который не был бы человеком Но при этом Это не противоречит Нет такого человека Который не мог бы быть богом Ну из этого Наверное следует Но только не нужно Думать Что это вот Как раз уже Мы это проходили Всех этих суперменов Религия Человека Божия И так далее Дело в том Что все-таки Как сказано В Библии Не сотвори себе Кумира И что В чем заключается Вообще Едина Божья В отличие Вот от язычества Как такового Что это вера В единый Вот источник Жизнедатель Вот вера В источник Дающий жизнь Всему А название богов Это как бы уже Те вот таких Не высшего Я имею ввиду Зародителя Вселенной Это уже как раз Вот те Кто прошел Длительный путь Эволюции Да Получил какие-то знания И обрел Практическое бессмертие Кстати Могу сказать Что вот сейчас Например Среди эзотериков Ряда эзотериков Очень модная теория По которой После 2012 года Планета испытает Так называемый Квантовый скачок И мы все Перейдем В иное энергетическое состояние И обретем Реальное бессмертие То есть Мы уже не будем Бессознательно Вот так вот Как говорится В родовых муках В тот мир Как в муках В этот мир Да Переходить А что Мы будем Просто осознанно Менять свои оболочки Ну поживем Увидим Да Хотя Нам до этого Недолго Осталось проверить Что все это Конечно Очередной Психоз Трудно сказать 13-й 14-й Нет Не в этом дело Большими числами Вообще Не стоит В этих вещах Офелировать Всегда существует Каждый Спасается Верно Но я скажу одно Вот У меня есть знакомый Который Очень хороший Например Астролог И он В общем Не стоит На эзотерических Позициях Но он Прекрасный Астролог Он предсказал Вот когда-то Дефолт Поразительно Он работает В газете Оракул Такой Борис Пясик Я его вот знаю И вот он Мне сказал Я все Рассчитывал Но ты Говорит Представь И не только он Я беру Конечно Таких людей Как Павел Глобы Там известных Совсем Астрологов Будет Фантастический Парад планет 21 декабря 2012 Он говорит Ты понимаешь Можно верить Не верить Во что угодно Но Такое расположение Светил Оно не может Не повлиять На какой-то Ход событий Вот это факт А вот это вот Как раз Рунная жрица Это Лилия Родникова О которой я говорил Она тоже не очень В это верила Но она разложила Свои руны И сказал Ты знаешь Вообще Вот по ним Что-то все-таки Будет Я говорю Не знаю Что Но они Показывают На какие-то Глобальные Изменения Что-то всегда Происходит И будет Есть самое Простое Вот у меня Я же веду Еще вечера В Центральном Доме Литераторов Раз в месяц Как раз На эзотерические Темы И вот Там например Высказывались Такие Предположения Что Может быть Прежде всего Речь идет О глобальной Смене энергетики То есть Вот Человек Будет Владеть Своими Энергиями В совершенстве Как это Вот делали Древние Атланты То есть Мы не будем Лечиться У врачей Мы вообще Не будем Лечиться Потому что Нам будет Хватать Вот этого Энергетического Как говорится Самоподпитывания Ну и т.д. И т.п. Мы станем Обладателем Более гибких Там позвоночников Тел Ну В отличие От прогнозов Так сказать Дальних Мы можем Все это проверить Это считается Близко И как бы Могу тебя Опять Передачу После этого 21 декабря 2012 Можно попозже Чтобы были В всяком случае В тринадцатом году В начале Ну надеюсь Мы не будем Проводить эту передачу Среди морских коньков Я думаю Что Все таки Будем в этой студии Находиться И Просто лишний раз Убедимся Но Я бы хотел Вот Мы уже Приближаемся К завершению Сказать одно Вот знаменитый Американский Ясновидящий Эдгар Кейси А это Тридцатые годы Все таки Прошлого века Он сказал так Насчет будущего Он Называл это Полетами В машине Времени Когда он Видел Откровение Он говорит Я просматривал Планету Начало Двадцать первого века Ну вот так Сказал первой половины Двадцать первого века И что Очень много было Разрушений Катастроф И только Одна страна Переливалась огнями Это была Россия Ему сказали Ну как же так Неужели вот это Коммунистическое Тоталитарное Россия Нет Она уже будет Совсем другой Это будет Центр духовности Это будет Центр новых Совершенно удивительных Знаний И рукообрук С Америкой Они пойдут Вместе Вот я могу На это сослаться Еще он говорил О Китае Что же Ну тогда То что ты не путешествуешь Это как американцы Которые говорят А все равно Самое лучшее Все у нас Так что Нет Я так не говорю Но энергетика Действительно такая Правда Очень интересные Русские наработки Эзотерические Очень интересна Русская Эзотерическая мысль Оригинальная Эта мысль Это действительно так Так же как Великая Англо-саксонская Цивилизация Они тоже Очень много дают Это восточная Конечно Индия Само собой Китай Но действительно Здесь происходят Такие вещи И кто-то Из политиков Прошлого По-моему Сказал такую вещь Кто владеет Алтаем Тот владеет Миром Но Алтай Вот у нас А почему он так сказал Не просто Считает что это Священный город Там энергетика уникальная Я разговаривал С путешественниками Которые там бывали И говорят Ты не был еще на Алтае Вот сходи Убедись Расскажешь потом И мне И всем вот Зрителям И слушателям Что там все-таки было Но говорят Что там пробуждает Совершенно уникальные Способности Яснослышание Ясновидение Ну очень может быть Да Мне говорили Люди Тем более Я был там рядом У тебя же есть Такие данные Зрители просто Не очень знают Но ведь ты даже Писал вот статью О таком Крапчатом тумане Вот в Коломенском Который дает Возможность увидеть Какие-то картины Прошлого Как вот на экране И так далее Я думаю Это все вместе Если соединить Будет очень здорово Ну посмотрим То есть ты мне желаешь Путешествий одних А я желаю тебе Путешествий Теперь еще более Я с удовольствием С тобой встречусь Тогда когда Ты знаешь Ты же в принципе Будешь такой Свообразный путешественник Девственник Когда первый раз Человек выезжает Ну да У него самые яркие Впечатления Остающиеся на всю жизнь Поэтому будет Вот у меня Кстати никогда Еще не было Именно вот Путешественника Девственника В передаче То есть ты мне хочешь Пожелать Как можно быстрее Потерять Если ты держишься Спасибо Была по-моему Очень интересная беседа Спасибо всем И так Напоминаю Хроника счастливых путешествий В прямом эфире У меня был в гостях Леонид Володарский Прекрасный писатель Поэт Эзотерик Ну и как мы видим Просто очень интересный Собеседник Спасибо До свидания До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok